Перед началом просмотра ролика вы можете подписаться на нашу группу ВКонтакте. Мемы, информационные посты, а также мы регулярно делимся аналитикой предстоящих матчей и их результатами. Подписывайся на нашу группу аналитика ошибок и будь в курсе самых интересных матчей по Доте. Ссылочка в описании. Всем привет, друзья! Сегодня на нашем выпуске Magical. Играет он на своей сигнатурке. Это Templar. Приятного вам просмотра. Второй игрок из Na'Vi. Это одна из самых сильных Templar в мире. Приятного вам просмотра против Brudy. Противостояние в Миде. Примечательно то, что это не просто Brudy, это Brudy от тренера команды Na'Vi. То есть мидер команды Na'Vi будет стоять на линии против тренера команды Na'Vi. Это Мак Чапенко. Андрей, по-моему, его зовут. 700-ый ранг у тренера. Это на самом деле очень неплохо. Мне кажется, среди всех тренеров он занимает, наверное, вторую-третью строчку по ПТС. ТОП-700. У Арзика, насколько я помню, у тренера команды Virtus.pro топ-300. У команды Team Liquid. Airman тренер, у него топ-300 тоже. Ну и вот Мак держится приблизительно рядом с ними. Brudy против Templar. В последнее время это противостояние уже более-менее классическое стало. Вот несмотря на то, что Templar'ку профиксили, и теперь Refraction не работает на дна и через все блейды. Но ничего страшного. Я думаю, что Magical со своим количеством матчей, он знает, как играть на Templar'ке. Больше тысячи матчей. Это один из немногих поигроков, у которого вот реально так много матчей на этом герое. На одном герое. Топоставимо, знаешь, разве что он может быть с мейн-контролом. Кем-то у которого на Фурионе невероятно много количества игр. Да, у него 25-й тир Фуриона. Там матчи 500-600 точно есть. Но неплохо так прошел, сейчас с пси-блэйдами он к борду и продолжает прошивать. Недавно играл на таблоке и понял, что на самом-то деле это ведь все не так просто. Особенно против борды, у которой 350 мс. Которая по паутине бегает и бегает достаточно быстро. Но моделька борды кажется такой большой. Как-то зацепишь его. Но он стопом просто пробивает ее. Это Magical. Тех крипов добивает. Просто по криптоту выигрывает и бруда вообще ничего сделать не может. Ну да, на первые несколько улов, конечно, сосет бибу. Вот он просто сваливает в леса. Так и есть. Почему, вот, казалось, попалки сбивают тампларки и рефракшн очень быстро. За секунду просто упал, потому что было всего два паука. Чем тампларка country бруду? Во-первых, все блэйды. Это очень важно. Во-вторых, большое количество армора для рейндж-герой. Это прям хороший показатель. Потому что тампларка и могильщик. Вот. И что самое важное. Это даже не то, что он убивает пауков через все блэйды. А то, что он может держать темп. По отношению к бруде. Очень большой. Ты просто выкачиваешь леса очень быстро. Бруда тебя не трогает. Ты бруду не трогаешь. Просто много фармится. Потом уже один файт и, по сути, кто выиграл, тот выиграл игру. Хотя, как правило, так и происходит. Блэйдстоун, кстати, здесь у Мэджикова. Противостояние против брудной. Блэйдстоун хорош тем, что у пауков ноль армора. И то, что у брудки самой не так уж и много армора. Ну и Блэйдстоун по игре. То есть, у Снегра едет с самого необходимый для ТА артефакт. Топлорк один из тех героев, на которых, вот, казалось бы, можно покупать, там, для Диффуза тоже тестить билды. Можно покупать фастовую МКБшку. Но самый оптимальный билд, который изначально, вот, испокон веков, собирается через Дозоль. Ну и уже прогнал просто бороду в лес. Четвертый левел брудка получила. Вот и на лобойку можно качать спокойно леса. А у Мэджика Ла уже почти пятой. Приятно, когда твой мидер может вперед ногами выносить бруду на старте. Рефармить гораздо больше. Думаешь, да, выкласться, Будапикер. Да, я говорю, действительно, очень круто. Но в этой игре, в принципе, есть альтернатива Манки Гинга. То есть, даже если бы не была пикнута там фарка, они могли бы оставить мидер МК, который берет себе просто вином на первом левере. И просто идет развлекать по брудке. Куда не может подойти к репам, к сожалению. Размениваться СМК, у которого 0 армора на старте, она не может никак. Потому что полтос урона, у самой армора немного. Друзья, кстати, с последним ранкендом, я вот удивлен, что они вместе меня запускают, эту игру с магом. Чтобы не играть-то вместе. Смотри, докупаются дополнительные от Манки Гинга. Центральную башню сел тьмы атакуют. Ну, пока все отлично. У него, ну, труда по крепам конечно рядышком, но это лесные. У Манки Гинга все с линией. Ну, можно просто на нотуарс переключиться, и там разница уже 400 голды. Четвертая минута. 4-300, ты перефармиваешь, проду на 500 голды. Многовато, многовато. По поводу Сентрика, этот Сентряк в первую очередь покупается, чтобы законтрить Сентряк врага. То есть у него один стоит, и в теории сейчас, что будет делать труда? Купит себе Сентри Вард, или любой другой мизер. И будет давардить трапы Темпларки, и заодно давардит эту Сентрю. В первую очередь Темпларка прохавает, что тут или тут стоит там Сентри Вард. Вот, и она его снимет потом. Ну, во-первых, так не получился, кстати. Пошел еще один делать. Сейчас будет трап, ну трап, и скорее всего будет просто кидать на Эншинку. Так вот. Взял себе рукавицу, не стал убрать себе этот самый ботинок. По поводу, кстати, Темпларки. Вот, недавно тоже наблюдал противостояние Темпларки и Алхимикой. Казалось бы, ты на Алхимике тоже стоишь хорошо мид, потом в лес уходишь. Темпларка хороша против Алхимика тем, что она протектива леса Алхимоса своими трапами. То есть ты каждый раз видишь, где этот Алхимик фармит. Аналогично и с Брудой. Он сейчас поставил трапы на спот. Один, но странно, что он туда и Сентрит, но вы тоже. То есть, по сути, расставив на основные споты трапы, ты можешь протестить бруду. И с кремим быть Балантихантром, либо, не знаю, под четверку, как хаус-найта может быть. Уходить и убивать этот бруду. Бородка все-таки поставила себе Сентрю в миде. Сентрю в этом парке. Отличная руна, волшебство, много рефракшенов. Пауков хочет забрать. Ну, на них, я так понимаю, нужно две трапы. А пауков, которые, получается, были созданы не с первой билки, а которые были созданы от яда, уже созданы от пауков, они, получается, взрываются... Да, они взрываются от одной трапы. А, это круто. 250 урона от ловушек, а у пауков, которые были засмонены ядом, сейчас увидим. Или не увидим. Да, походу, не увидим. 280, 100 больших, естественно, больших он не убивает пауков. У маленьких, по-моему, 120, что-то около того. И, получается, у них, у пауков резист 50%, и ты наносишь вместо 250 урона, ну, сколько получается... 125. Да, а у пауков 120 хп. Идеально получается. Было бы пауков на 5 хп больше, на 6. Уже не убивала бы там банка первой трапой. Минус крипы. Здорово. Пауков буквально с двух ударов сбрил. Брутки вообще все подбанили. Стараться на битве этого героя. Можил, конечно, очень хорошо с таком. Можешь сейчас попробовать убить. Вперед на трапа. И трапа будет одна готовая. А, не пробьет. Пауков у него с пара сконтролил. Выходят пуджам. Ну, тут, наверное, заберут. Пусть, пустая без ультимейта. А, пусть-то четверка. А, так вот сейчас до троих всех убьет. Нам пуш-то трапула ступил. Пришли втроем убивать этот парк у мэджика. Здорово. Он понял, что ты еще не хватит. Поймать леру бруда? Нет, не поймает. Хорошо чувствует своего героя, но он тут не стал давить. Нужно было дать еще, наверное, две тычки, а может быть, даже и три. Да, но Рубик он подрезал. Ты имел удовольствие недавно стоять на Джиггернауте против Рубика. И не мог купить топорик себе в потайной лавке некоторое время, потому что линия не пушилась. У Джиггернаута я заметил, что 49 урона на первом левеле 49 или 48. Рубик тебе сболтал на первом левеле 20 с ним. Ага, полоса простой. Ага, это вообще, это просто ужас. Просто невозможно у вас съездить. А он же еще и висит. Секунд 8 этот эффект. Это же 10 секунд. 10 секунд у тебя просто 30 урона, и ты отдыхаешь. Даже поменьше, чем 28 дамеджа. Невероятно сложно стоять. Петли стакнуть. Наверное, он даже не будет. Или? Хорошо. Успел. Реально приятный вот этот способ. Он, получается, стакается и супер поздно, и супер рано, потому что крипы далеко отбегают. Приятный способ. Были бы все споты такие. Но, к сожалению, не все споты такие, чтобы не происходило отводов. Чтобы не ломались линии. В принципе, по понятным причинам так. У него всегда такая вот позиционка по отношению к крипам хорошая. Да прям чувствует, как все блэйд располагается. И looks like дозоль на 11-й. У тебя очень крутой фарм у бродки. Опа, дэгмай. О, бродки в этом варке. Намалевал на земле. И дозолька будет достаточно быстрая. Плюс так себе делает. С луны появятся. Раньше 11-й дозоль на тампларке может появиться только в том случае, если у тебя просто фидят по миду. Фурион прилетает на телепорте с нулевой секунды. Кто-то еще бежит. Антимарк на блинке. И вздыхает. Да, дозоль может появиться раньше. 11-й. А так, 11-й мид это самый идеальный тайминг для тампларки. Вот, ребят, этот ролик, наверное, для тех, кто реально кто хочет научиться играть на тампларке и ловить идеальные тайминги. Наблюдать, как играет топовая тампларка. Мэджикал, к сожалению, только баб закрыт. Поэтому смотреть его игры рядовому пользователю не получится. Но вы можете смотреть наши ролики. Мы обязательно будем хотя бы разочек в месяц Мэджикал выпускать на этом герое. Он очень сильно на тампларке. Вот даже в свое время, когда Мэджикал вот только-только перешел в нави и последние потремились на месяцок, может два. И он играл на тампларке против фирта спора, против других топовых команд. И все потом начали банить тампларку прям от респект баном. Казал, да, ну тампларка тампларка. Да, ему вообще было бодро против кого играть практически. Вообще его безважно играть. Просто брал отборжировали тампларку. Вот это вот такая опция у нави. Но они все время хорошо показывали с этой тампларкой. Со временем, конечно, парка из меда начала выпадать. Подфиксили немножко. Дозоль уже готов у Луной, но крюникурочку не даю взять, поэтому 30 секунд застой так бы на 11 с копейками он бы уже принес. Знаешь, хотел сказать, что путь четверка это невероятно плохо. Путь пятерка это худшее, что я видел наверное за все время. Может быть, они решили просто такуально поставить, чтобы плач пойдет в топорубик пятерка пойдет в бот. Но герой не знаю, он не умер хотя за позицию уже. Белой подсвейвил, тянет время, но здесь сладка все равно умирает. Бегонько. Ультаксика сладка кулдавнилась в 4 секунды. Либо magical поймал в хорошей тайминге, либо на братском тайминге для сладка были неудачные. Дай артичку. Здорово. На дабларке кстати минус армора от молда стакается. Для тех, кто не знал, то есть заходя в рожпит, чтобы нанести как можно больше урона и потерять как можно меньше хп, вы можете зайти в рожпит, нажать мел, постоять в молде 5 секунд, дать тычку с молда, потом нажать новый молд и дать еще одну тычку. Соответственно, нарушение будет очень много минус армора. 8 плюс 8, 16. и соответственно, плюс 7 от Дезория еще. То же самое и с героями. Почему у них да и темпларки халдятся в определенной точке в молде стоят, чтобы за две тычки буквально заберстить героя. Чтобы дать два молда, две тычки с молда. Там же еще и дополнительный урон идет в две сотки. Ларка может просто взрывать героя. Очень темповый герой. И она один на самых темповых. артефакты прибавляются сумасшедшей скоростью. Особенно, если кто-то из команды позабоится о стаках для вас. Тут не было стаках, кстати. Ну да, он сам делал своими силами. Но если реально саппорты сыграет на темпларку, то она может выйти с большими слотами на очень ранней минуте и реально шотать с двух ударов героев. Невероятно крутой герой под темпларку, мне кажется, венга. У тебя, во-первых, под сейф есть всегда от венги. У тебя есть саппорт со станом. У тебя есть минус армор плюс аура демиджа и на венге очень легко слабить. Тут реально идеальный герой под темпларку. Если обузите нынешний млр, то берите темпларку плюс венгу либо темпларку плюс алхимика. Принцип на самом деле примерно тот же. Так и много минус армора. Темпларка больно бьет, алхимик много дамажит тут. У второго спула от колбы. Ну и блинг уже не за горами. Не стал положить линию. Решил пойти за хейструной и кого-то скорее всего щелкнуть. Если бы антихантер получил 6 левел, будет блинг на ланай и игра в макро клонай. Она будет просто убивать всех. Простоял трапа наперед, чтобы видеть подход бруды и как раз он увидел бруду. Тебе и трапа наперед. Подсчитал немного момент. Не покупайте блинг, хотя деньги на него уже есть. Возможно это будет не блинг, а что другое. В теории на платке можно часто покупать себе бкбшку и быть просто неуязвимым. Но из-за того, что отсутствует блинг, мобильности не хватает. Блингтаггер ускоряет ваш фарм еще. Просто вы спот крипов убиваете за секунду. Проблема в том, чтобы дойти. Там сентря стояла. Сентря стояла. Повозь забрать. Да, заберут. Добавный сентряк. Куда в сервере сентри стиль, то есть они видели, как парка заходит на этот регрант и были готовы уже принять ее. Неудачно получилось. Но ничего. Одна смерть. Не сильно порежет парка по темпу. И вот что круто. Он может себе позволить ботерфляй просто после МКБ то гораздо позже чем ботерфляй появится ЛТА. Что касаемо бруды она сейчас в основном играет от пауков. Перезагоним. Поэтому МКБ появится нескоро как Аблатур. Ну и против Марса тоже. Вполне вполне неплохо. Интересно Рубик Б бэкнулся. Красивая арена у Манки Кинга с Рейденцем. Есть же эффект от Кампиндоса у Радика. Вот. Стоит на МК расставит Рену с этим эффектом и купив Радик. У тебя арена фиолетовая. Патышно СМП Патышно. Наконец кублинг долетел там на миде сидел очень большая пачка. Поэтому зафарминг хэншинтов можно быть по зимит закачать. Фоталан там луна берет себе 25 скорости атаки вместо уклонения. Очевидно ты берешь себе блинг ты берешь себе дозоль хотя уже потом бкб шкуки 3 артефакта в которых атак спида вообще нет. 2 врезбен наберется не один чтобы хотя бы немножко было больше. и Патышка собирается вместо фейзов на ланая. Рефракшн заканчивался поэтому решил сразу сделать бинкаут даже если он нажал бы Рефракшн спал бы очень быстро броды бродин пассива марс покажется тебя убьет очень быстро через паука который забежал в распит прошел рошан вершин голодный выбежал паук паука конечно это было так понимаю большой паук но паук просто нерв мор естественно не то чтобы чистым по ним бьешь больше чем чистым под рефракшном сколько луна и урона рефракшн дает соточку 170 272 урона да он даже так бы почти что пауков даже без дозоля за счет рефракшн а гримсон гвардам нужны по вражеской команде когда им играть намного проще кстати да но я смотрю на марса который купил себе мидос ну ты и ты больной ты либо в тильте либо ты больной зачем какой тиран топ 212 тебе конечно понятно что сложно с кем это играть вся путь ни хрена не имеет с рубиком с одним делом не сваришь а сладк проиграл линию и брутка тоже и не фарминг леса но блин на марсе возьми активный салф и возьми владимир под бреду под себя под сларка потом коби себе crimson или блин может какой-то бкб стоит задумался реально crimson топовый хаос с иллюзиями monkey king колонай лучше дэмэдж сам отмираны болтхауса ради канука но это настолько мелочи вот прям мизерно crimson реально просто топовый нельзя игнорить но он кстати покупает crimson себе но покупает его после медицин ну ладно тогда может быть это не так плохо по фарме по фарме да потом если они подзатянуть немножечко но против брутки тоже не так уж и просто заходить потому что он с огневым играет он может спокойно сходить пачки на вашей половине карта с этими паутинами с этим мс плохо то что вот брутки игнорируют ботинок которые брутки аганимные там же игнорируется максимальные мс и получается с ботинком у тебя будет там уже не 550 не 600 а под 700 поэтому хотя бы обычный ботинок купить там можно дело как бы его странный пик кстати команда радиант они каким-то образом выигрывают с пятеркой мираной и паунти хантером это паунти хантер четверкой или мирана четверка непонятно но в общем-то два как у меня вот наихреновейших героя на этих ролях на четверти мира не я зашел рубик кемера не можно играть но пак поведет раньше только на четверках и играли и стрелы постоянные мидера как же есть сейчас есть просто шейкер который примерно то же самое делает еще и зоне твои вышки в удачном выходе мирана проблемы бруда идет до конца есть еще один лип хорошо но там еще одна сетка и мирана в итоге сейчас умрет тычка половина паукова сбил все те кто упал под тиблейд невероятно конечно много урона луна но и бэкбэш он начинает собирать себе смирил хаммер и не стал покупать себе хитпоинты и по таланту взял себе не мог спит а 200 крона от его не травы до нижнюю башню сил света атакуют ждет лес лестница появились норманд ловушек среди стал 550 а хватает для этого чтобы пробить милишного препарат не хватает двух трапов две трапы нужны чтобы пачк рипов забирали действительно раньше одна раньше было побольше потом пофиксили это посчитали что одна трапа слишком сильно если она запомнишь те времена когда табарков расставил три трапа на каждой линии невозможно было ничего сделать теперь табарки такой опции просто нет подвину до этого время этого вторых мана это в этих отцес трапов на рошану на файт на руны трапы тоже ограничены и хотя всего 11 поставил просто по три трапа на по две трапа чтобы скидать всего лишь одну пачку на каждую из линии это уже минус 6 трап желательно чтобы парочку трап было заготовлено на тимфайт быстро роша упал скоро кримсон нет кримсон еще не скоро кримсон полторы тысячи ах не успел с дабл дэмэджем марс забрал здарова сварк оде мана нету маны марс еще и забыл дэмэджем слушай вот тебе и диффуз против ташки нужно телепорта на бат парня он еще сдох как же не хочется бтб прожимать но он не будет потому что я егис плюсом блинкаут сможет попытаться сделать так вот мы потянулись пошла бтб шка пуш конечно подконтролил но ненадолго так все бегу так сказать выстрел в темп ларк мне кажется наверное после аегис нужно было бежать что есть мочи еще одного героя нашли рубик кстати сворвал рефракшн темп ларк и кастовал ультимейт манки кинга а это уже неплохо почему неплохо потому что урон от солдат варенья манки кинга у рубика будет маленький но не с рефракшном под рефракшном там плюс сотка у каждого солдата уже рубик получается дамажик по 200 как реальный манки гинг неплохо неплохо так можно комбинить так можно реально комбинить сила тьмы укрепили свои сооружения нежную башню сел дефать нечем есть конечно дебек у бруды но он вряд ли поможет задефать тавар что по солдатам в этой игре солдатам для одной или другой команды вообще топовый снижать армора давайте так спид там парки баунтинг покупай свои солдатам очень правильно арбитка станула арена здесь только башка там была стоила пора нажимать да бруда идет сейчас блин катит одна секунда остается жадный мэджик разворот смеши сладко разменялся так убьет бруда бруда ультра кел а у нее не хватает натика 10 лда не хватает забаван так ты встаешь тебя на вебе где не хватает действительно ты умираешь и веб-ка нет повторно натикал благо натикал они забрали уже все преимущества которые только можно забрать помимо того что у них супер сильные герои они выглядела не так у них еще и балантихантер в команде который за каждый фраг дает по 80 ну округим почти по 100 голды каждому игроку команды рейдин не считай балантихантера невероятное количество просто золото по всем фронтам душат талант по поводу молдат на основном левеле оба таланта быстро 1 мин плюс 4 к снижению брони от молода то есть уже десяточку 12 получается либо молд развеивает отрицательные эффекты тут палка двух концах допустим в этой игре что он мог бы развеивать много развеивать мясо бруды которые 60 процентов но опять же у него есть бкбшка только в бкбшке по сути он может полностью набраться ами собрали на бкбшке не работает и болт рубика можно снимать 35 урона снижается в игре против бонтихантера кстати талант очень хорош нажимаешь melt который казалось бы должен палиться под треком но melt снимает этот самый трек их в случаях можно брать руты какие-то очень хорошо молдом дисплее два удара три удара прыгнул за вижу не видел даже его и мало того что он прыгнул за вижу даже если бы он просто залу блинг на месте либо то завтра на рубику пробег мог не спецреагировать он нажимает казалось бы вот стану поднять на ту точку лежа парка находится от парка тоже перемещается и уже со спиной дает себе третью тычку вот такие вот мелочи которые на самом деле очень важны ну и реально очень хорошая стабильная гол игра там парки тиммейте помогли очень быстро заканчивает выбрал идти на табарке не хочется играть все-таки берешь перефармом врагов и швари фракшн пытались враги но все сдались уже уже не хотят играть блин тут иллюзии мк смотрится реально красиво это это жестко потому что вечером а еще жить молнии и же молнии фиолетовые окрано раскастывает арену сейчас свои фиолетовые иллюзии и этого поляна круто смотрится они еще сверкают ну и эта игра заканчивается следите за нашими стримами если вы еще не в курсе стримы проходят на нашем канале обязательно подписывайтесь на нашу группу вконтакте и регистрируйтесь по ссылочке комментарии всем пока